Сегодня поговорим о диспариунии, болезненном половом акте. Это серьёзная проблема для женщин. Иногда боли бывают и при введении тампона, осмотре у гинеколога, при верховой езде и долгом сидении. Всё это может доставлять дискомфорт. На мой взгляд, причиной этой проблемы обычно являются оксалаты. Оксалаты могут формировать кристаллы, которые бывают острые, как бритва. Иногда оксалаты формируют камни, например, в почках, а иногда они попадают в суставы. Они также могут вызвать симптомы, схожие с подагрой, псевдоподагру. Кристаллы могут попадать в большие пальцы ног, они могут оказаться и в других тканях, например, в вагинальной области. Если же вы расскажете об этом врачу, он может сказать, «Ну, на этот счёт нет научных исследований, не морочьте себе голову». Но я считаю, если что-то не исследовано, это не значит, что оно не работает. Не стоит сидеть и ждать, пока учёные исследуют что-то, что не является прибыльным и на чём не заработаешь, а именно рекомендации по питанию или коррекции рациона. Отсутствие исследований по тем советам, которые я даю, не значит, что они не верны. Есть много женщин, которые добились успеха, просто изменив свою диету и, возможно, принимая всего пару добавок. Итак, от чего отказаться? Вот продукты, которые я рекомендую исключить на время, чтобы понять, в аксалатах дело или нет. Шпинат, свёклу, зерновые, бобовые, картофель, миндаль, арахис, киви, проростки, пшеницы, сою, псилит, заменитель сахара, который многие используют на кето-диете, ежевику, шоколад, баклажаны, чёрный перец, мангольд, ревень, инжир и специю куркуму. Во всех этих продуктах много аксалатов. При этом аксалаты приходят не только с пищей, тело тоже умеет их производить. И вместе с кальцием они образуют кристаллы. Но что, если вы случайно поели шпината или, например, арахиса или чего-то подобного? Тогда, чтобы снизить эффект от аксалатов, можно вместе с этими продуктами съесть что-то молочное. Вы не избавитесь от проблемы полностью. Однако кальций из молочки будет соединяться с аксалатами на этапе пищеварения. И так меньше аксалатов попадёт в кровь. Например, вы поели шпината, съешьте с ним немного сыра. Кальций из этого сыра снизит эффект от аксалатов. А какие продукты есть можно? Любое мясо, можно рыбу, морепродукты, можно яйца, можно жиры, а также овощи, в которых мало аксалатов. Руккола, авокадо, качанная и цветная капуста. Все они содержат мало аксалатов. В обычном салате их тоже немного. В насыщенных жирах их содержание тоже низкое. Так что ваш рацион остаётся достаточно разнообразным. Иногда люди говорят, «Это слишком строгая диета, я так не могу». Но насколько серьёзна ваша проблема? Наверное, стоит взвесить все плюсы и минусы. Думаю, оно того стоит, если это избавит вас от симптомов. Есть также связь между нехваткой витамина В6 и повышенным уровнем аксалатов. У меня есть видео об этом. Оно в моём курсе про дефициты нутриентов. Если вкратце, то если будете принимать В6, убедитесь, что он в форме П5П. Подробности в том видео. Сейчас не буду в это углубляться. Если вы будете принимать цитрат кальция, одну таблетку перед сном, это вам поможет, потому что кальций связывается с аксалатами. Так вы сведёте к минимуму их всасывания, особенно если аксалаты были произведены в самом ЖКТ. В норме в кишечнике есть бактерии, которые поедают аксалаты. Возможно, у вас просто нет таких бактерий по какой-то причине. Может, вы принимали какой-то антибиотик, который их уничтожил. Я не знаю. Вот почему здоровая и разнообразная микрофлора кишечника очень важна для решения этой проблемы. Вторая рекомендация — это препарат ФНАК, эноцетилглюкозамин. Он помогает нарастить слизистую оболочку вагинального канала, что тоже может уменьшить дискомфорт. Возможно, вы получите положительный результат от этого. Ещё есть цитилмеристолиат. Внизу я перечислил разные названия. Бренд упоминать не буду. Это вам нужно выбрать самим. Я просто даю общее название самой добавки. Не хочу дальше растягивать это видео. Я просто предлагаю вам выбор и даю нужное направление, чтобы вы могли изучить эту конкретную проблему и найти решение. Есть ещё один важный момент, связанный с цитратами и аксалатами, о котором я недавно рассказывал. Если не смотрели то видео, обязательно посмотрите. Вот оно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!